Серьезные товарищеские матчи закончились. Впереди игра с командой под интересным названием Фурсан Испания. На трансфермаркте у них даже есть один футболист, оцененный в 25 тысяч евро. Возможно, в этой игре будет забито немало голов, по крайней мере, очень этого хотелось бы, но показательной она уже точно не будет. Меня зовут Артем, это обзор товарищеского матча с Уралом, и я постараюсь подсветить вам самые важные вещи, которые случились в этой игре. На самом деле, показательно не будет ни одна из прошедших товарищеских игр. Два важных для Галактионова новичка приехали только к третьему сбору, да и в целом, судя по всему, нагрузка с игроков не снимается до сих пор. По крайней мере, каждый день мы видим, как игроки бегают вокруг поля и занимаются в тренажерном зале. Но все же матч с Уралом будет стоять особняком, как некая контрольная работа. Правда, вот в чем заковыка. После матчей на вторых сборах, где ряду игроков давалось сыграть по 60, а то и 80 минут, мы снова вернулись к полной смене состава в перерыве игры. Мне кажется, это довольно странным, потому что за полторы недели до Спартака футболисты так и не получили полноценной матчевой нагрузки. Понятно, что в распоряжении у Галактионова большое количество игроков, но эта проблема решается, например, назначением двух игр в один день. Такая практика есть у молодежного состава, который вплоть до 12 февраля стабильно проводил по два матча разными составами. Ну или вот Динамо так играет. Посмотрим, будет ли смена состава в игре со сборной дубайского отеля 15 февраля. Но пока есть ощущение, что Галактионов даже близко не представляет, кто у него выйдет на поле против Спартака. Во многом потому, что практически каждый раз, кто бы не выходил на замену в товарищеских матчах, он играл сильнее тех, кто был в первом тайме, и это настоящая головная боль для тренерского штаба. Ну и кроме того, в игре с Уралом Галактионов отказался от наработок всех предыдущих матчей и попробовал еще две схемы. Если в кубковых играх конца 2022 года и первых товарняках 2023-го мы играли в 4-3-3 и затем перешли на 4-4-2 с ромбом в центре, то игру с Уралом мы начали по схеме 4-2-3-1, а во втором перешли на некое подобие 4-1-4-1, по сути развернув треугольник в середине вершиной вниз. И эти поиски и эксперименты могут говорить только об одном – о неуверенности тренерского штаба в том, как же сделать локомотив таким сильным, каким он только может быть. Итак, первый тайм локомотив вышел играть по схеме 4-2-3-1 с ландратом в воротах, двумя шпалами Конти Кузьмичев в центре обороны, Тикнезяном слева, Новичком Смольниковым справа. Дальше вдруг Галактионов решил попробовать двух опорников, чего раньше не делал ни разу, ими стали Щетинин с Бариновым. Над ними расположилось атакующее супертрио – Комано Миранчук-Глушенков, и выдвинутым форвардом над ними нависал Артем Дзюба. И всех, конечно, в первую очередь интересует, как же себя проявили новички – Смольников и Дзюба. Но, разумеется, по матчу, который случился на третий день их пребывания в команде, ничего интересного сказать просто невозможно. Кроме того, что роль и самого Дзюба, и партнеров для Дзюбы, тренерский штаб подобрал ну крайне странно. Ну, то есть, и с Комано и с Глушенковым Дзюба мог бы хорошо сыграться, будучи подносчиком снарядов. Он бы собирал на себя защитников, скидывал мячи, и его соратники Аки Сердар Азмун ворвались бы в штрафную да забивали. Но проблема в том, что подносчиками снарядов в этой схеме выступали сами Глушенков с Комано, и это, мягко говоря, не их специализация. Но это, наверное, было бы полбеды. К сожалению, в роли диспетчера, десятки под Зюбой, выступил не Арифаджи Малединов, который, как мы знаем, обрел себя в этой роли очень здорово, а Антон Миранчук, который... Я даже не знаю, как это потактичнее сказать. У Антона такое ощущение, что не только гири к ногам привязаны, что можно было бы объяснить физическими нагрузками, но еще и в голове процессор крипту майнит. Иначе, почему ряд его решений был настолько абсурден и затянут, я, честно говоря, вообще понять не могу. Контраст с Миранчуком стал хорошо заметен во втором тайме, когда атакующими полузащитниками выступили Раков и Марадишвили. Тоже не ахти какие распасовщики, но даже они были на 2-3 такта быстрее. В итоге, в первом тайме не получалось вообще ничего. Попытки выйти в атаку через заброс на Дзюбу разбивались, а то, что атаковать приходилось в 3 человека на 7-8 защитников Урала. Буквально пару раз удалось залезть в штрафную, но ответственности бить поворотом на себя не брал никто. А потом мы еще и пропустили. Причем только в этом матче голевая атака Урала стала уже третьей по правому флангу, когда Урал создавал численное большинство. А уж для всех сборов мы пропустили четвертый гол на этих сборах, и три из них пришли по одной схеме. Атака по левому флангу нашей обороны и пас в центр на игрока, брошенного центральным защитником. До этого дважды своего визави бросал Макеев. Теперь на то, как забивал Бигфалви, печально смотрел Конти. Выпустили две шпалы под 2 метра в центр обороны, и нам забивают головой из вратарской без сопротивления. Узнаю локомотив. В этот раз даже подсказ от Лантратова не помог, потому что адресатом для подсказок был аргентинец Конти. И, видимо, придется Илье учить испанский. Без его организации оборона выглядит очень смешно. Урал был быстрее и настырнее, а главное, лучше понимал, как собирается перегружать зоны и доставлять мяч в штрафную. Даже при том, что Урал практически отказался от прессинга, мы все равно не могли перейти в атаку, и раз за разом теряли мячи в средней зоне. Перерыв изменил ситуацию, но, к сожалению, мы не можем сказать, сработал ли выход других футболистов, изменение тактики или то, что Урал тоже поменял весь свой состав. Очевидно, в отличие от локомотива, Урал вряд ли обладает 22-мя более-менее равными футболистами. Схема у нас трансформировалась из 4-2-3-1 в 4-1-4-1. Как я уже сказал, по сути, мы развернули треугольник в середине поля вершиной вниз. Теперь роль опорника стал исполнять Куликов, а роль центральных полузащитников над ним — Раков и Марадешвили. Куликов со своими обязанностями опорника справлялся с большим трудом и раз за разом смешно не успевал к эпизодам, а после игры пошел объяснять Галактионову, почему это происходило. Но все искупляло активность двух других центральных полузащитников, а также гораздо большее количество оборонительной работы от Крайков. Если для Митая, вышедшего в атаку, возвращаться в оборону дело привычное, то Сергей Пеняев уже в который раз по-хорошему удивляет своей работоспособностью. Впервые слева появился Максим Нинахов. Вы, может быть, забыли, но вообще-то его изначально брали именно на левый фланг на замену Рыбусу. Это уже потом, через пару месяцев, рангник купил еще эти князианы, и цель нахождения Максима в команде стала несколько туманной. И вот почему-то именно слева Нинахов и выдает свои лучшие матчи в составе Локомотива. Гол тривеллой, то есть внешней стороной стопы, дальним ударом под самую штангу. Ну, если кто-то такого ожидал от Нинахова, то снимаю шляпу. После игры он скромно сказал, что так пробить в команде мог любой. Ну-ну, посмотрел бы я на подобную попытку от Живоглядова. Живой тоже, кстати, бил, но его удар с левой выглядит вот так. Характер игры развернулся в пользу Локомотива во многом потому, что мяч у команды стал ходить гораздо быстрее. Если в первом тайме длинные передачи были в основном вертикальные в сторону Дзюбы, то во втором тайме наши игроки стали применять переводы с фланга на фланг. Кстати, посмотрите, из чего родился первый гол. Ничего себе стеночка от Ивана Игнатьева, да? Иван вообще гораздо лучше, чем Дзюба отыграл наконечник. Оно и понятно. Он все-таки гораздо более мобильный и быстрый, чем Артем. И такая игра ему подходит гораздо больше. Увеличив длину и скорость передачи, мы стали растаскивать оборону Урала и увеличивать пространство для своих футболистов. Ну, а второй гол – это просто шедевр того, как можно, разорвав первую линию прессинга, выйти на ударную позицию, если просто делать все в темп и принимать простые решения. Раков и Митай разобрались на фланге. Марадишвили отпасовал Пеняеву, причем изящно, опять же, внешней стороной стопы подкрутив мяч, чтобы он удобно катился в штрафную, а не в аут. Ну, а догнать Пеняева – это утопия. Наконец, Сережа расчехлил свой удар и очень уверенно реализовал свой выход один на один. Вот по детям я таких голов от Пеняева видел не один десяток. Здорово, что он обретает это качество и на взрослом уровне. Конечно, если вы думаете, что перехватив инициативу, локомотив перестал страдать ерундой в обороне – это вообще не так. Худяков, хоть и привычно косячил с передачами, выдал класс в игре на ленточке и дважды сделал сумасшедшие сейвы, за что заслуженно его хвалю. Но вот с организацией обороны явно большие проблемы. Чего стоит хотя бы эпизод, когда он совершенно явно кричит Живоглядову «Оставь! Оставь!» А за спиной Живоглядова – нападающий Урала. Хорошо, что Дима не послушался и выбил мяч наугловой. В общем, уверенности перед Спартаком лично у меня никакой и даже примерных контров основного состава я не могу предсказать. Ну, в воротах наверняка Лантратов. А дальше? Тики или Митай? А может, не Нахов, коли что-то забил Уралу? Конти, Кузьмичев, Макеев или Погоснов? Ну ладно, Егор еще юн, но из оставшихся трех выйти может любой, а позиций-то всего две. Справа сходу Смольников или более вписанный в коллектив Живоглядов? А что там с Карпукасом? Один опорник будет или два? А в атаке как? Ничего не понимаю. Выйти может кто угодно. Ну, кроме, наверное, Никишина. Ему что-то совсем минут не давали в товарниках. Будем надеяться, что и Спартак сейчас себе ломает голову, с каким из локомотивов ему предстоит играть. Может, в этой непредсказуемости и будет наш козырь. Но все равно очень волнительно и тревожно. Игра-то уже через неделю. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите в комментариях, на что обратили внимание вы. До встречи в следующих роликах.